Всем привет! С вами Елена Баски. И сегодня мы обсудим 5 причин, почему тату-пигмент выпадает. Баски, я тату. И начну я с первой, самой популярной причины и скорее даже самого популярного вопроса, когда человек приходит домой, снимает вот так вот пеленочку, или он находится в какой-нибудь пленке защищающей, и там натекает вот эта жидкость. Эта жидкость полна тату-пигмента, и все такие, о боже, куда вытекает моя татуировка, больше ничего не останется, все, надо писать претензию мастеру, плохо сделал. Друзья мои, не нужно паники. Важно помнить, что во время татуирования пигмент не только входит внутрь кожи, в дерму, он еще немножко остается на поверхности. И когда начинает вытекать сукровица, вот эта межклеточная жидкость, она смешивается с этим пигментом, окрашивается и получается вот такая вот чуть-чуть красящая жидкость. Плюс в течение еще суток после татуирования действительно какое-то количество пигмента именно с поверхности, с эпидермиса может выходить наружу. И это просто иллюзия того, что прям пигмент как-то выходит. Он скорее все лишнее отбрасывает. Но это при условии хорошего татуирования. А про плохое мы сейчас с вами продолжим. Причина номер два. Вы сделали татуировочку, прошло 20 дней, она отшелушилась и куда-то все исчезло. Куда все исчезло, спросите вы меня. Скорее всего, ваш мастер недостаточно глубоко пробил пигмент. Как мы помним из моих же выпусков, пигмент находится в дерме, а над ним находится эпидермис. И если мастер очень аккуратно, максимально вот такими вот напыляющими движениями пытается сделать контур, и контур как бы не входит в эту дерму, то во время заживления эпидермис отслаивается. Отслаивается он у нас в среднем 28 дней, у всех по-разному, в зависимости от возраста и бла-бла-бла. В общем, в итоге через месяц вы получите уже не черный плотненький такой хороший контур, а такую вот прозрачную-прозрачную такую вот волосинку. Один вариант. То же самое может произойти и с закрасом, и с теневой техникой, если мастер со всем кончиками иглы прямо вот на поверхности работает. То есть хороший, грамотный мастер, у которого есть опыт работы с кожей, он понимает, на каком слое он работает, он точно так же может работать кончиками, но он будет именно заходить в дерму. Очень часто это любят использовать мастера перманентного макияжа. Они как бы вот, получается, окрашивают вот этот верхний слой эпидермиса, потом заживают эти брови и совсем пропадает пигмент. Вот если он совсем пропал, значит, действительно, мастер работал не на том слое. Третья причина выпадения пигмента, если ваш мастер работал слишком глубоко, потому что помимо эпидермиса дермы у нас есть еще и гиподерма. И если мастер заходит слишком глубоко, чем ближе он заходит как бы вглубь гиподермы, тем больше наш организм пугается, сразу начинает туда посылать все кровяные тельца и макрофаги, и все, что нужно для того, чтобы эту ранку залатать, потому что он думает, что проникновение куда-то идет очень глубоко. Он начинает активно выдавливать и пигмент, и кровь, и вообще все. То есть чем глубже рана, тем как бы сильнее она заживает, и чем больше нарастает вот такая вот корочка. То есть если вы видите, что мастер очень много раз, очень глубоко, и вам уже вот это все кровит, и потом еще и наросла корочка на этом месте при должном уходе, скорее всего он углубился, и действительно функция организма вытолкнуть все лишнее. И в таком случае пигмент тоже будет лишним для нашего организма. Иногда в таком случае пигмент даже не до конца выходит, но у вас нарастает шрам из вашей кожи, из-за соединительной ткани, этот шрам окрашен неравномерно пигментом. Тогда 100% мастер был слишком глубоко. Но возникновение корочки в теории можете допустить и вы своим неправильным уходом. Если вам мастер сделал плотную, закрашенную, качественную татуировку, а вы решили, да, пожалуй, пойду распарюсь в баньке, пойду сверху поваляюсь в песочке, да и вообще побухаю, поупотребляю и вообще забью на татуировку, потом буду чесать, вот это все нарастать, я буду отгрызать, тогда, скорее всего, в этом будете виноваты вы. Киса полижет, так, коготком. У меня, кстати, друг один раз знакомый, пьяный, заснула, и потом говорит, просыпаюсь, и что-то больно, а киса ест его ногу с новой татуировкой, потому что до этого его не было три дня, она была голодная. Следующей причиной выпадения пигмента могут быть ваши противопоказания к нанесению татуировки, такие как запущенный сахарный диабет, или вы решили потатуироваться в момент обострения псориаза прямо на этом месте, либо вы употребляете очень много веществ, и на моей практике было действительно много случаев, когда человек очень злоупотреблял и плохо заживлялся, то есть все противопоказания, которые могут влиять на заживление. Свертываемость кроя, в общем, у нас есть отдельное видео на эту тему. Поэтому ваша ответственность, если вы решили сделать татуировку, выяснить противопоказания, как-то их компенсировать, то есть привести в максимально такую стабильную форму, и после этого уже делать татуировочку. И пятой причиной выпадения пигмента, казалось бы, «Все мы бренны, может быть, время». Естественно, со временем любая татуировка немного теряет свою насыщенность. Это норма. Но есть определенные пигменты, которые выцветают быстрее. Например, на моей татуировке был желтый цвет, у меня такой золотой ключ, но в течение где-то 3-4 лет именно желтый пигмент пропал в ноль. Из-за чего это происходит? Обычная фоточувствительность определенных пигментов. Они реагируют на свет. Давайте вспомним, как картинки у нас висят у бабушки на стене. Снимаешь картинку, там яркие обои, а все вокруг уже не яркое, потому что там, где не попадает свет, пигмент остается лучше. Поэтому для того, чтобы ваши татуировки сохранялись яркими, четкими, фееричными, пожалуйста, пользуйтесь санскрином. Если вы вспомните еще какие-то причины или у вас остались вопросы, жду вас в комментариях. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, в котором мы с вами будем обсуждать темы будущих выпусков. Ну и не забывайте ставить лайк и подписаться, если вы все еще не подписаны. С вами была Елена Баски. До новых встреч!